Всем привет! Приехали мы на выставку в город Целе. Сейчас идем на выставку. Это Арпад, короче, типа. Я не знаю, как по Украине все будет. Вот Мазар, кстати, тут сейчас сцены на мед снимешь. Это, типа, знаешь, как колхозный рынок, когда люди продают местные продукты. Ну, короче, пазарчик какой-то. Вот города партнеры для Андрея Сумчанина снимите суммы. Где? Где? Вот прямо где? Вот эти ложки. А, все, пошли. Для Сумчанина. Для Андрея Сумчанина видеосюжет. Суммы там, короче. Нам налево. Суммы кто пойдет налево? Вот. Это город, где он находится, город. Вот суммы для Андрея Сумчанина. Вот где сумма, три замка. Или это не замки? Это сумки, наверное. Суммы, город. Это город, Икраина. Ну да, нет. Это сумки или замки? Андрей Сумчанина, что это? Сумки или замки? Потому что это сумочки. Короче, два варианта. Сумки, сумочки, замки. Сумки. Сумки, сумочки, замки. Все, давай. Куда зашли? А, вот базар, Ваня. Пойдем мед посмотрим. Пойдем. Маленькие, я пробовал такие дома. Прикольные. Мы только что поселились в отельчик. Снимаешь? Да. В общем, это колхозный рынок. То есть по выходным работа. То есть дорогу, видишь, перекрыли знаком. И люди торгуют всякой, как бы сказать, стигней. Кто сам делает булочки, всякое такое, консервы. Вот, допустим, это мясная лавочка, да? Ага. То есть они производят, возможно, это не продают, я не знаю. Яйца, видишь? Ну, это как бы просто рынок не постоянный. На выходных только, на выходных. Вон мед. Вот мед, то есть. Давай узнаем, почем мед. Давай. Откуда мед. Свечки, видишь, вот здесь. Свечи. 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 5,20 вот. Сколько? Ну, это типа весенний, да, мед. И нарисовано, типа, что в нем. Он стоит килограмм 5,20. 5,20. Вишня. Витек, а ты черешню пробовал? Черешня, говорят, прикольный мед. А что, в Германии много вишни? Да, сады, очень большие сады. Акация 6,50. Это летний мед. Ага. Летний мед 5,20. И вот что это? Минцик, Линден. Это кто? Алипа. Это за полкилограмма. Да, полкилограмма. То есть стандартные банки вот этой, что мы разговариваем. Ага. И вот смотри, это сотовый мед. Вот 89 грамм 4,20. 4,20. Прикольно. Да. Это один из Украины. Он самый большой конкурент. Ага. Гейминг с целью. Ага. 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 Кроме кофе я думаю. Есть у вас баллоны? Ага. Вообще, я как бы с алкоголем, ну, просто в Европе. Я не знаю как в Европе оно boyfriendом, в Германии это мне скажем, то есть ты можешь сертифицироваться свободно и ну как вistoим. Ага. Ага. На мое мнение, что в Германии намного проще заработать денег, то есть нет преград. Чем допустим в России. Ты можешь делать то, о чем в России это проблематично. Да, Витёк? Да. У нас самогонщики. Это булочная. Булочная? Да. Ну то есть люди приходят в кофеёчек, едят булочки. С утра отца. Ну, людей утром нету. В общем, смысл в том, что газеты разносят, допустим, дома. Районные газеты, региональные вообще, почту. Почта должна быть у тебя дома уже в 6 часов утра. Дома, чтобы ты утром встал. Короче, у тебя должно быть кофеёк, булочка и газетка. Ну, немцы так воспитаны, не знаю почему. И камин еще. Ну, камин, да. Как бы я не знаю почему. Ну, у немцев так. Булочки белые. То есть, ну вот что мы дома ели. Белые булочки. Потом вот эти вот, как Меркон, Броскина, не знаю как. Ну, которые как ржаные будут. Ну, которых много семечек всяких. Да, да. Вот это основная еда немцев. То есть колбаса, масло, булочки. Вот, как бы мы же привыкли билишами, чебуреками завтракать. Ну, да. Ну, вот немцы так завтракивают, как бы. Вот. Но как бы в Германии хороший продукт. Если покупать их, то есть не там, не в дисконте, да, ведь? А где-то мясо покупайте у мясника. Там, если булочки покупайте у булочника, да, как у... Да, да, да. То оно будет все вкусно. А если ты возьмешь, как промышленное, оно невкусно. Вот. Как-то так у нас. Сегодня воскресенье или кого нету? Это все пчеловоды. Миграция пчеловодов. Да. Короче, по целе мигрируют одни пчеловоды сейчас. Ну, получается, в выставках много людей, все отели полностью пчеловодами, заселены. Ну, а как выставка сама? Говорят, вот там писали в сейсбуке мне, что, типа, говорят, слабая выставка в этом году. Для цели это нормально. Цель это второй год вообще делает выставку. Самая большая в Данаошингер. А кто сказал? Где больше идешь? В Мюнстере. В Мюнстере больше, как бы. Смысл в том, что для меня, вот лично, меня ничем это не удерживает. Я вот покусить приехал. Просто посмотреть. Меня интересует, как линия по откачке меда, как бы. Я с человеком по покупке насчет ее переписывался. А так я приехал обсудить кое-какие нюансы. По, как сказать. Это тоже с автофора, да? Да. Нажимаешь сигнал, пошел. Вот туда пойдете ездить и потом направо-направо. Налево, то есть. Нет, прошу, это вас сошлет же вот этот. Там замок. Пошлите, прошлите. А парк вон там, вон. Парк вот туда, вот ворота и туда налево-налево-налево. У Дениса вообще карта была, где карта? Я отдал, ты же сказал ему отдать. Кому? Там уже мужик приезжал, где парковка, спрашивал. Я ему отдал. Можешь отдал? Вот чешет, да? Собьет. Что еще, Женя, расскажете нам? Не знаю, как сказать. Вот смотри, выставка, да, вот выставка. Оно в каждом магазине то же самое есть, что на выставке. Или ты можешь, ну как, так же заказать. Ну, в интернете, да, то есть у кого-то. Поэтому как бы ничего такого не найдешь там. Такого, ну, необычного там скажут, вау, такого еще нет. Просто, допустим, если в магазине каком-то, ну, допустим, в любом магазине и зайдешь там, если у тебя, допустим, стоит 3 медогонки, 4 медогонки, то ты можешь посмотреть 20 медогонок. Ну, грубо говоря, и выбрать. Допустим, вчера куча людей стояла около медогонок и, ну, просто рассматривали. Советовали с минус собой что купить. Поэтому я считаю, что как бы, ну, у каждого своя цель. Да, Виктор? Вот, ты спрашивай Витька, а то это самое. Он мне лучше расскажет. Витек, что тебе понравилось? Нет? Все. В ресторане посеять. В ресторане посеять, да? Это, наверное, самая такая-то цель. Самая лучшая. Посеять в ресторане, пообщаться. Вот. Люди же не только посмотреть едут. Считаю, что вот эти вот, ну, как программа, как бы сказать. Вот эти форт-рейги все. Вот эти вот лекции. Ну, вот лекции вот, наверное. Лекций было очень много. У кого-то там налоговые вопросы, у кого-то там по здоровью пчел вопросы, у кого-то там, я не знаю, по размножению. То есть, люди идут на лекции, потому что знания у каждого свои и что-то новое для себя учат. Вот, часть лекций была за деньги, часть лекций была бесплатно. Поэтому, у каждого, короче, своя цель. Вот вы зачем приехали? Я меня пригласил, Женя. Вот. Вишь? Ну, тебе понравилось вообще? Мне, да, очень. Мне тоже понравилось. Я рад, что вам понравилось. Вот, поэтому. Я считаю, что человек всегда при возможности должен стараться что-то новое увидеть. Даже, как сказать, если при общении даже, вот смотри, как сказать, если я не могу что-то делать или как-то, да, допустим. Витя может там, допустим, машины чинить, да, он может. Потом вот я с ним знаю, как пчел, я могу ему позвонить по совету, даже это не касается пчел. Потом еще один у нас, Витя, в немецкой группе, он по полиграфии ему большое спасибо, он мне логотип придумал. Потом он для группы много вещей сделал, ну, то есть что, ну, логотипов касается. То есть есть человек, который коллега про пчеловодов, у которого можно просто спросить вот такие вещи, которые мы не знаем, да? Угу. Потом хедик у нас по газу специалист. Вот, поэтому не только пчеловодство. А что вот это такое? Что это за? Пропаганда чего-то. Сзади прочитай. Сзади прочитай. Короче, если пчелы умрет, погибнет весь мир. Короче, если пчелы умрут, деньги жрать мы не будем. Короче, это говорит о том, что, это, кстати, касается всех людей, которые не имеют отношения с сельским хозяйством, но я бы переименовал то. Когда люди говорят, короче, я переведу так, что без деревни не будет города, по идее, то мы сдохнем все. А кто это занял? Чей это автобус? Кто это? Пчеловода какого-то? Радикально настроенного? Имкерфенса. А, ну, то есть это не организация, это просто какой-то... Это как пчеловод. Это простой пчеловод, видишь, вот его адрес, вот. Я понял, который как бы переживает за пчеловодство. Я же тоже хочу исклеить у тебя все, это, ну, пропаганда своеобразная, я считаю, что это круто. А не хочет он, чтобы я в Украине так пропагандировал, на его бусике? Не знаю, ты у него бусик хочешь взять? Позвони по телефону. Телефон стоит. Я считаю, что правильно написано. Нет, правильно однозначно. Пропаганда, реклама пчеловодства должна быть... Должна, надо... Что такое? Шмидт Кузнец тебя забьет или как? Нет, Шмидт Кузнец, это фамилия что-то? Акзов. Я думал, они тебя зашлагивают. Типа, Шмидтин вонят же. Ну че? Короче, пчелы нуждаются в хорошей, ну, как в земле, да, Лан? Ну, как... Ну, короче, в природе хорошей. Он пишет, саживайте дикие цветы и дикороскосряжение. Это про то, что мы говорили, что дикороскосряжение. Потому что, ну, как, вот эта индустрия... У вас реально проблема. Неугодий и нету, неугодий и нету, и нет естественных, как, ну, нарундах. И пчелы... Вот, короче, прикинь, рапс отсвел, все, жрать нечего. Ну, что все распахано, ты сам это видел. Есть места, которые нельзя культивировать. То есть там трава растет, ну, для чего-то экосистема. Но при этом он кочует на рапс, кочует на растения, то есть на фацели. То есть он... Василек, вот Васильковый мед очень крутой вот. Он показывал, да, как он работает. Что, почему нет? На Дадане. На деревянном. Вот. Нарисовано дерево. Расскажи, как у вас мэр города тоже, наверное, все видишь? А, ну, мэр у нас как бы... Знаешь, как сказать? Вот, я вот читаю сейчас книгу. Человека можно любить вообще за просто так, ну, не любить, уважать, да. То есть, как бы психология тоже. Вот чувак идет, да, вот, как глава. Администрация по городу. И просто улыбается и здоровается. Можешь подойти и спросить, а как у тебя типа дела? Вот. Потом там же, вот где мы ходили, я про лавочку рассказывал. Бабушка ходила, она такая больная была. С собакой. У этого, как сказать, у мэра тоже собака. Она, бабка, говорит, вот сюда бы лавочку поставить, мне тяжело. Через неделю лавку поставили, как бы. Я считаю, как бы, отношение к людям, знаешь, вот в Германии, как бы, ты себя человеком ощущаешь. Вот. Как сказать, я не хочу никого обидеть. Просто ты себя ощущаешь человеком, что ты там, ну, не тусовка, она. То есть, ну, как, ячейка общества, которая, как бы, ну, не то, что там где-то за бортом, да. То есть, ну, взаимопомощь, вот это какая-то существует, забота о человеке. Вот так будет сказать. А глава администрации, я не знаю, его любят. А Оля рассказывает это. Там у него что-то было, ну, не с ним, а с ребенком. Они пришли на прием, они сели в эту, у нас, как бы, комната ожидания есть. То есть, никак, вот, поликлиники, да, там, на лавочке все в комнате сидят. И все, его грузанули. То проблем, давай рассказать, то болячки рассказывать. Ну, короче, он всех слушал, там, говорил, да, да, сделаем, короче. Ну, я думаю, что больше сделаю, чем не сделаю. Потому что вот сколько я живу, 12 лет и 12 лет, ну, каждый, ну, как, переизбирают постоянно. Значит, что-то делают. Да. Ну, я считаю, что у нас очень много делается, ну, вот, реально движется. Допустим, мне пришло письмо, да, обычно приходит письмо, как бы, вот, как сказать, вот, как главное, не главное, как официально. Ну, просто копия подписи. Вот это же мне пришло перед Новым годом, что мы, вас, как бы, я в городе стою, как, ну, городской этот участок регулирую, на городскую пользу, в экосистему нашего города. Это где у тебя тачок стоит? Да, где тачок стоит. Как бы мелочь, но приятно, и все, и подписана личная подпись вот этого, ну, главы администрации. Все равно, как бы, приятно. И если вот у вас есть еще желание поставить это пчел, приходите, мы вам охотно поможем. Как бы, все равно, как бы, власть вот навстречу, человек будет. А мы были у Толика в Голландии, там вообще реально. Там, короче, получается, как бы, Амстердам столица, да? Странно считается. А парламент весь сидит в Гааге. Ведь ты, когда туда приходишь, вот где этот парламент, там напротив парламента, ну, здание, да, дом, дом стоит, как бы. Просто некрасивый там средневековый какой-то сделан. Там рестораны кругом, и Толик говорит, подходит премьер-министр, подходят там мужики пиво пьют, он подходит к ним, начинает с ними базарить, спрашивать, как дела это, что это, кого. Как бы, тут более, как бы, просто все. Потому что, как сказать, мое мнение, если, допустим, в обществе, в обществе все электричество, да, все это. Тоже ставят, знаешь, сколько там, значит, сколько едем в ложку. Да? Если в обществе все благополучно, как бы, да, то человек будет относиться к своей власти, как бы, лояльно. Допустим, как вот про Меркель, да, часто вопрос задают, как ты там в Меркель относишься, или что, как бы. Как бы, вот меня, как человеку, да, простому, то есть я сытый, да, у меня есть дом, у меня есть машина, мы здоровы, ходим в школу, ну, допустим, дети, да, как бы, это основы, да, как бы благополучие. Как бы, я считаю, что у нас все нормально, единственное, допустим, ну, минус Меркель, это, что, ну, много мигрантов запустило, все остальное, все нормально. Как бы, я даже ничего не могу сказать против. Когда общество сытое, тогда оно спокойное. Субтитры сделал DimaTorzok